С 1 июля на пешеходном переходе или обочины пешеходам рекомендуется иметь светоотражающие элементы, а вне населённых пунктов носить их обязательно. Иначе штраф 500 рублей. Специальные нашивки можно приобрести в швейных или канцелярских магазинах, а также смастерить самостоятельно из фольги. Светоотражающие элементы ещё называют фликеры, что означает мерцание или вспышка. И они должны обеспечить безопасность движения пешеходов в тёмное время суток. Измененная процедура эвакуации машин прекратить задержание автомобиля можно только в присутствии водителя, который должен появиться до того, как тронулся эвакуатор. Уточняется, что должностные лица, которые составили протокол о задержании транспортного средства, должны присутствовать на месте задержания до того, как автомобиль-эвакуатор покинул место эвакуации. Федеральным законом устанавливается административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки, предусмотренных для инвалидов. За данное нарушение будет предусмотрен штраф 5000 рублей. Такой же штраф ожидают ушлых водителей, которые, не будучи инвалидами, клеют на заднее стекло жёлтый значок, чтобы занимать более удобные парковочные места. В таких случаях знак с авто будет снят и конфискован. Автомобиль увезён эвакуатором. Ранее задержка автомобиля не применялась. Данные нововведения вступят в силу с 8 августа. Внесены изменения в Уголовный кодекс. С 1 июля водителя, который задержан в состоянии алкогольного опьянения, не в первый раз ждут серьёзные последствия. Повторное управление в состоянии опьянения законодателем упразднено. Теперь наступает за данное деяние уголовная ответственность. Минимальное наказание – штраф 200-300 тысяч рублей. Максимальное – 2 года тюремного заключения и решение прав на 3 года в любом случае. Раньше повторное нарушение обходилось водителю в 50 тысяч рублей. С 1 июля могут быть оштрафованы и водители мопеда. В 1000 рублей придётся заплатить за управление без мотошлема или за непристёгнутый шлем. Екатерина Ректина, Антон Войцеховский и Александр Анисимов. Телемикс.